Галихан Гараев – инвалид второй группы, приравненный к участникам Великой Отечественной войны. Мужчина имеет почетное звание ветерана труда, работал в органах внутренних дел, на службе получил травму и остался без ноги. В конце 90-х, согласно закону, ему предоставили автомобиль. На прием к министру пришел с вопросом о выделении нового транспортного средства. Через 7 лет всегда давали. В 2005 году. А сейчас 13 лет мне нет. Как это, всю жизнь я работал? Около 40 лет тому назад я уже, не знаю, инвалидом же должен быть. Ленара Иванова, внимательно выслушав мужчину, сказала, что с 1 января 2005 года предоставление автомобиля прекращено. Связано это со вступлением в силу федерального закона. И теперь что-то изменить никак нельзя. Давайте поразбираемся. Значит, если там срок, единственное, конечно, так много времени уже, 10 лет прошло. Там в судебном порядке этот никак не восстановишь. Уже занимались, говорит, никак не получается. В следующем на очереди, рассказать за свои проблемы, была Чита Хайдаровых, глава семьи и участник боевых действий в Чечне. С 2004 года стоит в очереди на получение жилья и на сегодняшний день. Он 1059-й в списке по республике. За помощью пришли к министру. Мы обеспечиваем тех, кто встал на очередь в 97-м году, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, получается, перед вами еще вот сколько? Раз в 2004-м. Короче, самая главная тут беда, проблема, то, что очень маленькую сумму выделяют в год. Она такая вот, в час, в чайной ложке. С жилищным вопросом пришла Екатерина Гараева, села Орланы. Женщина недавно получила сертификат на материнский капитал. Средства хотела вложить в ремонт дома, но постройка старая, это не будет выходом из ситуации. Тогда Екатерина обратилась в администрацию за предоставлением ей земельного участка для строительства нового дома. Однако и здесь есть свои загвоздки. Писала заявление на земельный участок. Мне не давали по каким-то там разным, что не многодетный и так далее. Теперь мне говорят, я уже не в возрасте. Но получается так, что нам все равно 16 квадратных метров на двоих. Нам все равно, пока я могу, я хотела бы построить, поставить дом. Понятно, что нуждаемость у вас есть, но под льготную категорию, получается, вы не попадаете. Вот в чем беда. Мать четверых несовершеннолетних детей пришла к министру. От лица всех многодетных мам она поблагодарила за оказанную им помощь центром «Семья» в Краснокамском районе. Они нас всегда поддерживают едой, одеждой, обувью и даже хозяйственными, канцелярскими товарами. Потом еще дают на бесплатное посещение парикмахерскую. И даже приглашают на праздники, мероприятия. И мы вот хотели, как от всех многодетных мам, вопрос такой, какие перспективы. У нас должны появиться обязательно юристы, ну и, наверное, еще один психолог, скорее всего. То есть мы будем развивать какие направления? Мы будем обязательно усиливать тему медиации. Сейчас мы отрабатываем это направление. Медиация – это примирение. Мы в шести, по-моему, или в восьми районах проводим сейчас пилотный проект, когда пары приходят разводиться, либо у мировых судей, либо в ЗАГСах у нас сидят специально обученные люди. Вопросы, с которыми сталкиваются краснокамцы, типичны для жителей всей республики. Проблемы трудоустройства и социальных выплат. В целях разъяснения, а также помощи в решении конфликтных ситуаций проводятся подобные приемы граждан. Прием оставил приятное впечатление, в том смысле, что вопросы не такого характера, которые элементарно можно было бы решить на муниципальном уровне, но они не решились, и люди пришли ко мне. Такого не было. В основном были вопросы трудно разрешимые, например, жилищные. Вопросы, связанные с установлением инвалидности. Это федеральное учреждение, поэтому тут действительно очень все сложно. И очень приятно было, что многие приходили с вопросами, которые за большое количество лиц. Вообще, в целом, ощущение, что здесь нормальная такая рабочая обстановка, команда, которая нацелена на решение вопроса. В рамках рабочей поездки министр семьи, труда и социальной защиты региона пообщалась с руководителями подведомственных учреждений и посетила психоневрологический интернат «Раздоли», где в конце июня пройдут республиканские соревнования.